Всех приветствую! В этом году даже у меня, скромного архитектора-дизайнера, наплыв заказов по дизайну интерьера для аренды. Расскажу, как выделиться среди постоянно растущей конкуренции и как заряжать поверху рынка. Три кейса. Апартаменты в Москва-Сити площадью 55 квадратных метров, студия в ЖК Сердце-Столицы 35 квадратов, это не наш проект, негативный пример. И квартира в городе Голицыно 50 квадратных метров, наш проект из 2015 года, там много интересного. Все три объекта арендное жилье, но подход у собственников разный. Вы сами понимаете, чем привлекательнее недвижимость, тем больше потенциальных съемщиков заинтересуются вашим объявлением. Это очевидно. Это апартаменты в башне Нева Тауэрс в Москва-Сити. Один из козырей этого объекта – панорамный вид на город свысока. У нашего заказчика будет много конкурентов в этой башне, поэтому выделится среди них наша дизайнерская задача. Исходный план от застройщика вот такой. Все ничего, но этот план неэффективный, не очень функциональный, какой-то дежурный. Многие так и оставят, тем более, что продается объект на стадии вайтбокс, и многие не решатся что-то ломать и заново строить. Благо наш заказчик был открыт вариантом, и мы решили сделать студию. Казалось бы, это хуже, чем апарт с отдельной спальней, но это будет суточная аренда, в основном для соло-путешественников и деловых людей, или пар, которые ищут романтичное место. Им всем не нужна отдельная спальня. Гораздо сильнее они зацепятся за широченное окно, которое встречает прямо с порога. Напомню, в исходном плане панорама делится надвое. Исходный план вообще как лабиринт с кучей проходных зон. В башне есть шоурум, можно посмотреть такой апартамент в готовом виде и убедиться, что планировка слабая. Так вот, наш open space не просто поляна в лесу, тут все супер функционально, есть вау-эффекты. Все что нужно, гардероб с обувницей при входе, заряженная кухня с огромным винным шкафом. Собственник занимается импортом французских продуктов и алкоголя, поэтому мы устроили эдакий санкционный бункер на радость арендаторам. Кроме этого, в нашем апарте king size кровать, лаунж с джакузи у окна, а еще прозрачная душевая. И это не просто современный понт. Каждый квадратный метр этой площади стоит 500 тысяч рублей. Это значит, что 10 погонных метров обычной гипсокартоновой перегородки толщиной 14 сантиметров занимают 1,4 квадратных метра. То есть, только под перегородкой в исходном апарте зарыто более 700 тысяч рублей. В нашей ванной душевой мы используем стеклянную перегородку с фасадом из электрохромного стекла. То есть, стекло может менять прозрачность нажатием кнопки. И такая перегородка имеет толщину всего 1,5 сантиметра. Так мы выжмем максимальную полезную площадь. Мы тюнинговали каждую 5 этого апартамента. Отвечу за все решения, что они рациональны и реально простимулируют спрос. При этом тут не будет ничего брендового и супер дорогого. Вместе с риелторами мы составили бизнес-модель аренды и определили рациональный бюджет. Собственник должен отбить ремонт уже через 1,5 года. Я уверен, этот апартамент будет в топе востребованных среди предложений Москва-Сити. За счет нашего правильного расчета и дизайна. В следующих видео я подробно расскажу и покажу, как мы реализуем этот проект. Раскрою некоторые цифры. Поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Наблюдайте за новостями в моем инстаграм. Следующий объект – маленькая студия в известном столичном ЖК «Сердце столицы». Меня пригласили риелторы для осмотра. Многие клиенты отказываются от этой студии, предпочитают другие варианты. А дело вот в чем. Эта квартира такая обычная, здесь нет ничего интересного. Много откровенно неудобного. Громоздкий гардероб при входе, душевая нерациональная. К тому же качество работы тут средненькое. На камеру не видно, но плентуса, швы плитки и прочие мелочи разочаровывают. В общем, эта квартира не отстой, но она серая. На безривие и рак рыба. В условиях конкуренции собственнику будет сложно без торга сдать эту квартиру. И уже тем более ему не мечтать о повышенных ставках. Сдавать квартиру выгодно можно не только в Москве. Выйти наверх рынка можно везде. Если ваш объект более функциональный, рациональный и стильный, то вам не придется его впаривать, заинтересованные съемщики сами придут к вам. Хороший пример – наш давний проект в городе Голицыно. Это 30 километров от Москвы за Одинцово. Площадь 49 квадратных метров. Издается она за 30 тысяч рублей. При этом два раза съемщики менялись, и новые находились в течение трех недель. Не могу похвастаться дизайном, это просто спокойный интерьер. Но мы сделали радикальную перепланировку. Кухня изначально была вот тут, мы перенесли ее в коридор. Получилась четкая однушка вместо бестолковой студии. Именно рациональное зонирование и перепланировка вместе с добротной мебелью обеспечили заказчику уверенным объектом недвижимости. Я знаю, что в этом доме это самая рациональная квартира. Дом сдавался с готовыми перегородками, и никто не заморачивался с переделкой. Я, честно говоря, не ожидал, что в Голицыно кто-то будет снимать 49 квадратов за 30 тысяч. Но это факт. Если интересно, напишите в комментариях, я расскажу подробнее про эту квартиру. Например, тут самотеком идет канализация от кухни, которая в 5 метрах от стояка. Назло всем скептикам. В общем, у каждого объекта недвижимости своя стратегия дизайна и ремонта. Нащупать золотую середину – это искусство, которым мы занимаемся. В описании к видео контактная информация для консультаций. Стратегия «Не я ж там буду жить, чем дешевле, тем лучше» – неверный путь, который сэкономит вам совсем немного в начале, но лишит части прибыли и обеспечит проблемы с ликвидностью. Поддержите видео лайком и спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok